Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Ленинградской области с ЕГЭ по физике удалили всего одного человека. Выпускник попытался воспользоваться мобильным телефоном. Предстоящие государственные экзамены в этом году пройдут еще 9 июня. Это история и биология. И 11 июня общество знания и химия. Эксперты отмечают, что Ленинградская область является одним из самых прозрачных регионов Российской Федерации при проведении процедуры ЕГЭ. В 2014 году произошли некоторые организационные изменения при подготовке и проведении экзамена. Внедряется видеонаблюдение во всех классах. Безопасность на входе в школы обеспечивают сотрудники полиции. Кроме того, в этом году не будет выдаваться печатное свидетельство о результатах экзамена. О данных на каждого абитуриента вузы узнают через информационную систему. Обязательные предметы, как известно, русский язык и математика. Они являются самыми массовыми в этом году. Как и ранее, многочисленными по количеству участников продолжают быть общество знания, физика, биология, история и английский язык. Большое количество участников записалось на ЕГЭ по литературе и географии. А вот предмет, сдавать который в этом году не захотел никто – испанский язык. Анализ прошлых лет показал, что средний балл у тех, кто сдает ЕГЭ в Ленобласти, выше, чем в среднем по России. Процент тех, кому не удалось сдать обязательные предметы русский и математику, в разы ниже, чем в среднем по стране. Выпускники образовательных учреждений успешно поступают в высшие заведения Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области. Водитель Волосовского хлебзавода возил в «Газели» вместе с продукцией родного предприятия противотанковую мину. Боеприпас обнаружили полицейские ОМВД по Волосовскому району. При осмотре оказалось, что у мины разорван взрыватель, были скручены провода. Водитель ранее был судим, а сейчас проживает в деревне Торосово. Пока полиция проводит проверку по факту обнаружения мины, участники социальных сетей делятся мнениями и слухами. Говорится, что боеприпас обнаружили не в машине, а уже непосредственно в одном из помещений хлебного завода. Поговаривают, что подозреваемый хотел устроить теракт у фонтана. Кто-то оправдывает мужчину версией о том, что мину он не специально привез на предприятие, а просто нашел в поле и подобрал, и устраивать ничего не собирался. Кто-то говорит, что мина была учебная, а кто-то и вовсе, что не мина, а лишь дымовая шашка. Правда, подобрав находку, мужчина действительно совершил неоправданно глупый поступок. Не зная, что с ней делать, он привез ее на работу, а оттуда вызвали полицию. Теперь ему действительно не до шуток. Инициативу воинов-афганцев и воинов-теченской кампании установить стелу в памяти погибших поддержало население и администрация Волосовского района. За время прошедшей с момента установки памятного знака были собраны необходимые средства. Большую финансовую помощь оказали депутаты законодательного собрания Вадим Густав и Иван Григорьев, Волосовская администрация, местные предприниматели и жители Волосова. Созданный монумент посвятят памяти ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. Место, где можно поклониться подвигу погибших, важно не только матерям, вдовам и детям погибших, но и однополчанам, друзьям и близким. 12 июня, в День России, в День города Волосова, состоится торжественное открытие стелы на углу проспекта Вингисара и школьного переулка. Начало мероприятия в 11 часов. Центральная районная больница Волосовского района уже несколько лет проводит летние оздоровительные смены для детей с ослабленным здоровьем. Педиатрическое отделение принимает детей с задержкой психоречивого развития, хроническими заболеваниями дыхательных путей, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими недугами. Каждые три недели 12 детей поправляют здоровье и отдыхают. Здесь проходит курс реабилитации, лечения, получают нужную терапию, обследование. Если на нашем уровне мы не можем, допустим, ребенку помочь в полном объеме, мы отправляем, сотрудничаем с областной детской больницей, отправляем туда деток с 5-й городской инфекционной больницей. Уже второй год детское отделение сотрудничает с благотворительным фондом «Место под солнцем». Открытие каждой смены его сотрудники превращают в праздник для ребят, а ежедневно находят возможности помогать больнице финансово. Еще недавно во время прогулок на детскую площадку детей водили через две улицы. Первое, что мы должны сделать, чтобы дети, во-первых, это и опасно, переходить несколько дорог, и чтобы улучшить действительно условия детей, построили детскую площадку в 2013 году, а также заменили мебель. Мы купили прикроватные тумбы, шкафы для игрушек, для одежды, столы, стулья. То есть все, что пришло в негодность, мы помогли, это все поменяли мебель. Даже не совсем здоровые дети все равно остаются детьми. Они хотят играть и развлекаться. Чтобы каждый из них чувствовал себя максимально комфортно, в стенах больницы, на ее территории обустроена игровая зона. Фонд оплачивает нанятых воспитателей. Студентка 4-го курса Юлия Аманова, например, учится на инженера, а в период летних каникул любит повозиться с детворой. Свободное время, я считаю, нужно проводить с пользой. И я совмещаю приятное с полезным. То есть я и работаю, и общаюсь с детьми, и получаю опыт. И это, я думаю, идеальная работа. Не сложная работа у детей? Нет, совсем не сложная, потому что детки общительные, веселые, послушные. И никогда, вот я уже второй год работаю, никогда не возникает никаких проблем с ними. Вот, поэтому, я думаю, и на следующий год я продолжу работать здесь. Воспитатели и игровые няни не только присматривают за детьми, но и творчески развивают ребят в игре. Летняя оздоровительность смены – это своеобразная передышка для родителей. Благотворители из фонда «Место под солнцем», беря шество над ребенком-инвалидом, идут с ним рука об руку по жизни. В детстве выхаживают, а вырастив, стараются помочь и с трудоустройством. Потребительские товары и платные услуги с начала года стали дороже более чем на 4%. Самый высокий рост наблюдается в области питания. Наша регион обгоняет только Санкт-Петербург. По статистике, наибольший рост цен на все товары, как в области, так и в городе, был зафиксирован в марте. Стоимость минимального набора продуктов питания в Ленинградской области в мае составила 3572 рубля и 3 копейки. Это на 107 рублей и 16 копеек дороже, чем в апреле. Типичный скачок цен на овощи и свинину. Картофель подорожал аж на 59%. Средняя цена за килограмм составляет 34 рубля. Свежая капуста стала дороже почти в два раза. Цена на репчатый лук увеличилась на 64%. Свекла подорожала на 49% и морковь на 34%. Раскупаемая в открытии шашлычного сезона свинина лишь за апрель стала дороже почти на 7%, а за полгода и вовсе на 11%. Среди продуктов, повышения цены на которые не связаны с сезонами, наибольшее подорожание наблюдается на сливочное масло, сахарный песок и пшено. Литр пастеризованного молока за полгода стал дороже почти на 11%. Килограмм куры на 8%, вареной колбасы и мороженой рыбы на 7% и пряников на 5,5%. Подорожало и спиртное. Водка на 10% за литр, коньяк на 10%, шампанское на 5%, а российское пиво почти на 7%. Есть и подешевевшие продукты. Это куриные яйца, гречка и апельсины. Из цен на непродовольственные товары в Ленинградской области рост отмечается на отечественные сигареты. За последние полгода их стоимость выросла на 16% и составила в среднем 45 рублей. Импортные сигареты подорожали меньше. Также статистика отмечает рост цены стирального порошка и туалетного мыла. Слева губ синица жирная ползет, а паука бедняшку челюсти вынесет. А слева добрая улитка с лодоком, а хлоприча в своей хрустке на каши дом. А слева добрая улитка с лодоком, а хлоприча в своей хрустке на каши дом. Все смешалось там, и поймешь после стена, все смешалось на графинке у Зинька. Светопор мой нужен свой, нужен срочно постой, светопор и срочно постой. Как же мне упрямому папе рассказать, где на всех желающих мальчиков набрать. У кого-то девочки, тоже быть должны, встречу поставить они на земле нужны. Как хлопав, я с надеждой, а мне гу за шею нежно, он, конечно, всё поймет и не пикуты. Как хлопав, я с надеждой, а мне гу за шею нежно, он, конечно, всё поймет и не пикуты. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...